Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Это коротко о главном. Осторожно, клещи! На курорте началась санитарная обработка зелёных зон от опасных кровососущих. Качественная безопасность и внедрение современных технологий. Как санаторно-курортная отрасль «Анапа» готовится к высокому сезону? Год экологии в «Анапе». Активисты разрабатывают совместные проекты по сохранению уникальной природы курорта. Работы по подготовке к предстоящему курортному сезону планируется завершить к майским праздникам. На особом контроле – центральные улицы «Анапы», прогулочные бульвары и зоны отдыха. Сегодня заместитель главы города Анжелика Бузунова прошла со службами по набережной и оценила, как выполняется поручение мэра Сергея Сергеева привести в порядок любимое место отдыха жителей и наших гостей. На газоне вдоль улицы Горького и на набережной появились цветы. Укрепили участок набережной вдоль санатория «Русь». Временное заграждение не устояло под ветрами. Заместитель главы города Анжелика Бузунова поставила задачу ускорить установку капитального ограждения. Также на контроле у Сергея Сергеева замена секции на высоком берегу. Часть пришла в негодность из-за морского воздуха и ветра. Их необходимо менять, часть нужно покрасить. Сейчас работы идут полным ходом. Только заменить планируется около километра ограждения. Мы уже на сегодняшний день заменили 190 ограждений и заменили 200 колпаков. 300 мы заменим еще колпаков и 200 пролетов ограждения. Но на самом деле этого недостаточно. Мы будем этим заниматься и дальше. Но до 1 мая у нас такие планы. Анжелика Бузунова отметила, что новая зона отдыха на Тургенево получилась удачной. Проект предложили городские активисты. Реализовали коммунальные службы. Процесс выявления и устранения недостатков непрерывный. Есть много участков, где можно высадить деревья. Часть урн требует замены. Где-то починили скамейку, но не покрасили. Важна каждая мелочь, не говоря уже о чистоте улиц. С понедельника, с 3 апреля начинаете мыть площадь и набережную. По словам заместителя главы, темп подготовки к предстоящему сезону в этом году взяли достаточно высокий. Во многом благодаря участию неравнодушных анапчан. 8 числа у нас Секубанский субботник на территории нашего края. И мы приглашаем, вот пользуясь случаем, я приглашаю всех предприятия, сотрудники предприятия, руководители, пожалуйста, выходите на субботник. Давайте приведем наш город в порядок, чтобы он стал еще краше и привлекательнее для нас с вами и для гостей наших. Завершить подготовку к летнему сезону планируется к началу мая. В рамках подготовки к курортному сезону особое внимание уделяется пожарной безопасности в детских лагерях, а также безопасности отдыха в целом. Межведомственная комиссия побывала в санаториях Янтарь и Вита. Там внедряют высокие технологии, не забывая о капитальном строительстве. Санаторий Янтарь уже реализовал 80% путевок. Единовременно учреждение принимает около 400 детей. Уже готовы оба корпуса, необходимо сделать новую бойлерную, актовый зал, спортплощадку, уличные тренажеры. Появится новая должность – директор пляжа. В зале представители городской администрации, пожарные, спасатели, силовики. Их задача не только проконтролировать, но и дать рекомендации. Большое внимание пожарной безопасности, в том числе использованию зарядных устройств для мобильных телефонов. Поговорили, надо подзарядить. Идите с вожатыми. Вот здесь у нас дом детского творчества. Они приходят сюда. Здесь мы сразу ставим резеток много и ставим еще, чтобы можно было удлинить или с множеством. Можно было на глазах возвраты, а здесь вот деревья. Связь с домом можно поддерживать онлайн. Для этого есть видеокамера. В этом году появятся специальные браслеты. Это будут одновременно пропуска на территорию и электронные кошельки, куда родители смогут перечислять карманные деньги. А в ВИТе заказали специальную программу для мобильных устройств. Дети будут отмечаться в разных точках, и все это будет частью уже действующей легенды. Игра в государство, и она довольно таки востребована. Она позволяет нам масштабироваться и играть в любые направления. То есть в рамках этой программы мы можем вносить огромное количество новых вещей. При этом юные граждане будут питаться в режиме шведского стола. Отремонтировали стадион, обновили баскетбольную площадку. К сезону заменили 2 километра электрокабеля. В межведомственной комиссии порекомендовали приобрести дополнительные дизельные генераторы. Еще раз проработать систему безопасной зарядки телефонов и пожарной безопасности в целом. Ближайший заезд в Янтарь 1 июня, а в Виту в конце апреля. Всероссийский детский центр «Смена» с рабочим визитом посетил директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Михеев. Он побывал на строительной площадке учебно-тренировочного центра и в спортивном комплексе, а также принял участие в расширенном заседании педагогического совета. Об этом подробнее в материале наших коллег. В ходе совещания участники обсудили основные направления работы и перспективы развития центра в области общего образования и профориентации. Говорили об уникальной технологической платформе «Электронная школа», которая успешно работает в «Смене». Обсудили стратегию развития инфраструктуры и благоустройства Всероссийского детского центра. В «Смене» успешно реализуется более 70 образовательных проектов в год. «Патриотизм» – это важный блок и очень новый программ, кроме классических, как «Патриотизм» и «Патриотизм» в России, которые традиционно проходят в сфере. Это смены, связанные с нашими партнерами «Динамо», «Сменный казачий стол», «Патриотизм» и «Казачий долотнёв», «Пежгосударственные сферы, второго и хорошего движения» и так далее. Гость вручил сотрудникам Всероссийского детского центра благодарности за профессионализм и добросовестный труд от Министерства образования и науки Российской Федерации. «Смена развивается. Идёт работа по модернизации, идёт работа по улучшению инфраструктуры, идёт работа по созданию комфортных условий для детей, потому что это важно соответствовать критериям Всероссийской площадки. Это важно, чтобы дети, возвращаясь к себе домой, могли транслировать, могли как раз вспоминать с удовольствием те условия и те образовательные программы, которые есть в Смене и есть вообще в целом во Всероссийских центрах, чтобы они были некоторым действительно таким эталоном и были большой мотивацией для детей для того, чтобы сюда попасть». В Анапе прошло внеочередное общегородское родительское собрание, посвящённое безопасности в сети интернет. Речь шла прежде всего о так называемых группах смерти в социальных сетях. Участникам рассказали, в том числе, на какие признаки в поведении ребёнка следует обращать внимание, как можно контролировать его контакты в глобальной сети, а также в чём первопричина такого поведения и как её можно устранить. Можно сказать, что родительский актив подняли по тревоге. Пригласили экспертов, педагогов, психологов, психиатров. Задача – рассказать, что такого притягательного в сети и как определённая эстетика захватывает умы подростков. Психолог Нина Пивень сама регистрировалась в одной из таких групп, изучала ситуацию изнутри и говорит, что большинство участников ищут таких же, как они, одиноких, как они считают. Толпой управлять намного легче. Когда им в толпе говорят, что вы недолюбленные и вас много, появляется статный такой инстинкт, одно целое, одна толпа. И эта толпа там внутри социальных, в социальных сетях, она становится управляема. Депрессивные цвета, картинки, определённая музыка, которую рекомендуют послушать, ключевые слова, постепенное закрепление мысли о том, что виртуальная жизнь важнее, чем реальная. Есть определённые признаки. Вы знаете, наши дети, они демонстративные. Когда они чем-то увлекаются, они начинают демонстрировать. Или какое-то плохое, или хорошее поведение, к примеру. И когда вот есть новая идеология, новая идеология группы смерти, они начинают демонстрировать, они начинают рисовать. Рисовать бабочек, рисовать сейф китов, рисовать определённые хештеги 57, 58. Педагоги говорят, что универсальных рецептов в этой ситуации нет. Главное – это контроль, который при этом не должен быть навязчивым. Даже лучше, если он будет опосредованным, чтобы не нарушать личного пространства. Брат – это может быть, это может быть, ну, не знаю, ну, любые родственники, в принципе, те взрослые люди, с которыми он контактирует, преподаватель, тренер. То есть любой взрослый человек, которому ребёнок доверяет, для того, чтобы этот взрослый человек отсматривал те контакты ребёнка, которые есть в социальных сетях. Специалисты рекомендуют наблюдать за детьми с ранних лет, учить их контактировать с материальным миром, с живыми котами и собаками, а не виртуальными. В Анапе сегодня работают десятки учреждений дополнительного образования. Спорт, пение, рисование – есть кружок робототехники. Помнить, что если детьми не заниматься самим, то ими займутся другие. Маленькие насекомые могут принести большие беды. В Анапе началась обработка территорий, на которых могут находиться переносчики вирусных инфекций, энцефалита, клещи. Обработку зелёных зон начали с территории детских здравниц. В период санитарной обработки особое внимание крупно санаторно-курортным объектам, которые в ближайшее время примут на отдых детей. Санаторий «Жемчужина России» как раз из таких. Его площадь составляет более 50 гектаров, большая часть которых – зелёные зоны. Потенциальная среда – обитание опасных кровососущих. Начинаем обрабатывать детские оздоровительные лагеря, потому что скоро уже начинается заезд детей. И нужно своевременно провести до заезда детей эту плановую профилактическую обработку против клещей. Сегодня мы работаем препаратом «Медилис». Обрабатываемая площадь сегодня у нас составляет 13 гектар. Главные точки обработки – это места массового посещения людей – парки, скверы, зелёные уголки и стадионы. Только на один гектар уходит около 100 литров противоклещевого раствора. Обязательные меры безопасности – запрет на посещение обработанной зоны в течение трёх дней. Именно столько дней сохраняется токсичность от раствора. В этом году к обработке приступили раньше обычного, так как в Краснодарском крае уже зафиксированы первые случаи укусов клещей. Клещ начинает активизироваться. Уже по Краснодарскому краю есть случаи укуса клещей. И сегодня у нас работает три человека. Работаем моторными опрыскивателями. И за сегодняшний день мы обработаем 9-10 гектар обрабатываемой территории. План дезинфекции санаториев разработан совместно с Роспотребнадзором. Идёт согласно графику. На этот объект у специалистов уйдёт не менее двух дней. А пока в Анапе случаи укусов клещей не зафиксировано. Водительское удостоверение через МФЦ. Теперь автолюбители могут получать права не только российского, но и международного образца в режиме одного окна. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Раньше получить новое водительское удостоверение, а также произвести замену ранее выданного, можно было только в отделе ГИБДД. Согласно новому постановлению, теперь эти услуги будут предоставлять многофункциональные центры. По мнению экспертов, эти изменения должны решить проблему очередей и в целом повысить качество предоставления государственных услуг. Напомню, с этого года в МФЦ можно получить и паспорт. В рамках года экологии на базе храма Серафима Саровского состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители объединения православной молодежи «Круг», Управление по делам молодежи, а также специалисты молодежного центра «21 век». Тема обсуждения стала проведение экологических акций на территории Анапы. На заседании прозвучали весьма интересные предложения. Инициатором проведения круглого стола под названием «Чистая мысль, чистое дело, чистый мир» стало объединение православной молодежи «Круг». Кроме представителей администрации, в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Московского педагогического государственного университета. Каждый выступил со своим предложением об улучшении экологической обстановки на курорте. Университет предлагает формировать бережное отношение к природе посредством наглядной агитации. Сделать серию плакатов, например, ну элементарно, да, вышел с пляжа, оделся. Этот пляж убирают волонтеры. Там волонтеры – это наши помощники. Но что-то вот в таком ключе, чтобы люди понимали, что то, что они видят, приезжая сюда, оно не само по себе получилось, понимаете? Не вот так вот раз, да, а то, что мы два месяца к этому готовимся, да, наши дети, наши студенты выходят на пляжи, на улицы города. Все это убирают вручную. И я лично летом сама делаю, извините, замечания нашим приезжим. И говорю, что этот пляж убирают мои студенты. Также перед гостями выступил и заместитель директора Центральной библиотечной системы Татьяна Назаренко. В этом году библиотека планирует провести ряд выставок, встреч и мероприятий на тему экологии. А вот руководитель клуба молодой семьи «Вера, Надежда, Любовь» Мария Павленко в мае планирует провести специальный форум, в рамках которого анапчане узнают, как можно найти полезное применение бытовым материалам, подлежащим утилизации. Мы собираемся провести именно мастер-класс по изготовлению каких-либо поделок с бутылок, вазы, цветы, все что угодно, кармушки, все что можно делать из такого бытового пластикового мусора, чтобы оно лишний раз нигде не валялось, как можно привлечь детей к изготовлению всего этого, потому что это везде накапливается, постоянно перерабатывать негде. Но применять вот так вот, когда есть дома маленькие детьми, это в принципе возможно и детям интересно. В Анапе год экологии проходит образцово. В городе регулярно устраиваются субботники и экологические акции. Студенты убирают прибрежную полосу, на курорте высаживают новые деревья и кустарники, в том числе и реликтовые и можжевеловые. Молодежный центр 21 век и объединение круг запустили совместный экологический проект. Практически в каждой школе на входе установлена емкость для сбора использованных батареек для последующей утилизации специальным образом. Не секрет, что одна выброшенная батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы и делает непригодной к употреблению 400 литров воды. У активистов еще много планов и проектов, но, как они говорят, самое главное – найти поддержку среди анапчан, чтобы каждый осознал ответственность перед природой и внес свой посильный вклад в ее сохранение. О ближайших акциях жители города смогут узнать из средств массовой информации и социальных сетей. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.